Ребята, мы сегодня проведем необычный урок, который поможет нам жить в тепле и согласии. Вы хотели бы этого? Да! Давайте настроимся на работу, посмотрим друг на друга и улыбнемся. Посмотрели друг на друга, улыбнулись. Ваша улыбка всегда будет возвращаться к вам с радостью, если вы будете улыбаться друг к другу и каждому встречному каждый день. Потому что окружающий мир – это большое волшебное зеркало. Думаю, что сегодняшний день для вас будет радостным. А какое сегодня число? 19. Так, хорошо. А какой праздник? День День Николаевича Николаевича Николаевича. Так, хорошо. А как мы сформулируем тему сегодняшнего урока? У нас тема нашего урока, я думаю, что русская православная церковь отмечает День Детитива Николаевича 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 Николаевича. А как мы запишем в тетради одним предложением? Праздник. Житие святителя Николая Чудотворца. Хорошо, на Руси существовал праздник. Русская православная церковь 19 декабря отмечает День Святителя Николаевича 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 Николаевича. Русская православная церковь, как святой свою произведенную христианскую жизнь за счет церкви и верующих. Хорошо, молодец. Спасал людей и животных от пожаров, различных бедствий, наводнений. И жил он в третьем веке в Малой Азии, в городе Миры. И сегодня, спустя 17 веков, его прославляет весь христианский мир за его милосердие, доброту и вот чудеса, которые совершались при его жизни. Итак, как мы уже с вами записали, сегодняшний урок это знакомство с жизнью Николая Чудотворца, святителя Николая Чудотворца. Кто же это такой человек, что он стал святым? И может ли любой человек стать святым? Вот на эти вопросы мы должны будем ответить в конце урока. Итак, родился он в обычной православной семье. Просто в отличие от других семей, его семья была глубоко верующая. И у папы и мамы Николая Чудотворца долго не было детей. Они молили Бога послать им Сына и дали обет посвятить Его служению Господу. Усердная молитва была услышана, и Господь даровал им Сына, которого при крещении назвали Николаем. Вот об этом и написано в ваших учебниках. Сохранилось предание, что пока совершалось таинство крещения, младенец самостоятельно простоял в купеле более трех часов, никем не поддерживаемый. И все увидели, что родился-то необыкновенный младенец. Вот об этом стихотворении прочитает Соня. В городе тихом, в далекой стране, он родился на радость родных. Над колыбели в ночной тишине, ему ангелы пели. В маленькой церкви крестили его, и свечи так ярко горели. Он простоял, прославляя дворца, три часа в купеле. Когда родители умерли, свое большое состояние, которое наследство ему оставили, святитель Николай раздал нуждающимся, а сам постоянно трудился, пребывал в молитвах. Несчастливы были подвиги его милосердия, любви к людям. А как вы думаете, почему его назвали верликисием? Вам интересно об этом узнать? Да. Вот однажды, во время молитвы, явился к нему святозарный юноша, необычный такой. И он возвестил, я прочитаю слова, «Николай, ты должен выступить на служение народу, если желаешь получить внец от меня». Он понял, что это голос был самого Господа. И святой отправился в город Миры, в столицу Ликея, это в Малой Азии. Сейчас это место недалеко от Турции. Здесь он жил как нищий, терпя всяческие решения. И что произошло потом, сейчас расскажет вам Марина Михайловна. В то время в Литийской церкви скончался самый главный священник, которого называли епископ. Имя ему было Иоанн. И все священники собрались в церкви, в храме, в самом главном, и стали думать, кого же им выбрать на этот священный долг. Думали они, думали, думали, думали. И вот однажды одному, самому главному священнику, приснился сон, что тот, кто войдет в самый первый храм, и имя его будет Николай, тот и будет предстоятелем Литийской церкви. А как это же произошло, вам сейчас расскажут учащиеся пятого класса. И епископы стояли и молились. Они с мольбой к Богу обратились. Как нам найти достойнейшего мужа? Архиепископ в нашей церкви нужен. И вот явился ангел одному, и волю Божью передал ему. Кто первый в храм заутрень не войдет, там в бою примет с радостью народ. Тот свет христианский принесет ваш край, и будет его имя Николай. На утро в храм вошел с радостью, ответь нам, кто ты, там и приоткрой. Своё предназначение не скрывай, уходник тихо молвил Николай. Девочки, Марина, всё, внимание. Ребята, а вам бы хотелось перевестись в те далекие времена? Да! Давайте закроем глаза и кабельку-кабельку посидим в тишине и прислушаемся. Слышите? Слышите? Посмотрите, кто к нам идет. В одной семье были три дочери. И у них была традиция. Каждое Рождество они пекли пирог, мама им пекла пирог. Каждое Рождество они встречали все вместе и пели песенку, которую они называли песенкой про ослика. Хотя на самом деле это была песенка про рождение Иисуса Христа. В ночном саду прозрачно и светло стоит наш мирный дом. Проходит ангел белое крыло, мелькает за окном. В пещере ослик кушает овес, в веслях лежит Христос. А сленок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Мария держит сына на руках, и осень греет чай. Вот ангел лимб сказал о пастухах, сейчас придут встречай. В пещере ослик кушает овес, в веслях лежит Христос. А сленок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Волхвы дары свои ему несут, за ними важно вслед. Верблюды длинно ноги ей идут, звезда им дарит свет. В пещере ослик кушает овес, в веслях лежит Христос. А сленок носом тянется к нему, звезда глядит во тьму. Но случилось так, что их мама умерла, и девочки остались одни. Но мама научила их трудиться. Они умели шить, вязать, ткать, прясть. Они все делали, все делали для того, чтобы хоть как-то прожить. Но все равно денег им не хватало. И вот однажды наступило Рождество, а на столе у них не было праздничного пирога. Вместо пирога была похлевка из каши. Им настолько было грустно, тоскливо. Но они старались не улыбать и подбадривали друг друга. И тогда вдруг старшая сестра сказала. Я придумала, вы продадите меня в рабство. Вот так она решила, что на рынке, где продают людей в рабство, за нее сестры получат хорошие деньги и могут долго жить. Ребята, как вы считаете? Хорошо она придумала? Нет. Нет, и сестры тоже были не согласны. Ты что говоришь? Да ни за что на свете. Им не понравилась эта затея, жить на деньги, вырученные от продажи сестры. Младшая сестра даже зарплатила. И вдруг, и вдруг... Ребята, я хочу вам рассказать, что эта история не выдумка. Это не сказка. Она была, реально происходила на самом деле. Но только происходила накануне Рождества. И вдруг в открытое окно влетел мешочек. Сестры подобрали мешочек, посмотрели и увидели, что он пудлом золотых монет. Кто же бросил этот мешочек? Как вы думаете? Николай. Кто думает? Кто как думает? Николай. Николай, это жидотворец. Ребята, а ну-ка это быть Деда Мороз? Нет. Правильно, ведь Деда Мороза никакого не было. Ребята, так еще и Мороза нет в той стране. В леки и зимой так же тепло, как у нас с вами ранней осенью. Обрадовались сестры, накупили себе всякий снегик, устроили бирвались мир. А вскоре и замуж выдали старшую сестру. Остались две сестренки помладше вдвоем. И вот опять наступило очередное Рождество. Им было грустно, тоскливо, потому что как бы они ни старались, ни работали, денегам все равно не хватало. Они сидели и раздумывали. Как продолжить дальше? И вдруг, что опять вдруг? Влетел в мешочек. Да, в открытое окно опять влетел мешочек. Сестры на этот раз даже выскочили из дома. Но когда они вышли, то никого не увидели. Обрадовались сестры, посмотрели, что мешок опять полон денег. Повеселели. А вскоре и средняя сестра вышла замуж. Осталась младшая сестра жить одна. Жила она трудолюбива. Она выполняла любую работу. Но все равно ей было грустно без сестер. И очень скучно. И вдруг, однажды, на Рождество произошло... А что произошло? Чудо. Чудо. А какое чудо? А? Говори громко. Деньги облетели. Куда облетели? По поводу. А вот и нет. А погода выдалась в тот год. Холодная, дождливая, слякотная. И окно было закрыто. И сидела у очага младшая сестра. И сушила свои промокшие чулки. Потому что она промочила их кудем. И вдруг она услышала, что по крыше кто-то ходит. Прислушалась она. Давайте посмотрим на крышу. В дымоходе что-то засушало. И бух! В этот момент она увидела, что в ее чулок что-то прилетело. Стала она выпряхивать чулок. И вот чудо! В этом чулке оказался опять мешочек с деньгами. Выскочила младшая сестра на улицу. И увидела. Ребята, а кто же это идет? Ну, Николай. Помогите. Помогите сестре. Младшая сестра поняла. Скажу тебе про. О, отец Николай, это вы и тогда, и тогда это были вы. Вы нам помогали. Спасибо вам. Скажу тебе правду. Это я. Оказывается, ребята, в городе, где жили сестры, там служил священник Николай. И вот однажды проходил он мимо этого дома. И услышал слух открытого окна, как сестры печалятся и плачут. И стал слушать их беседу. А чем дальше я слушал, тем больше мне все сестры нравились. А как вы думаете, чем они ему понравились? Добротой, дружелюбимый, дружелюбимый. А еще чем? Кто как думает? Трудолюбим. Трудолюбим. А еще чем? Трудолюбим. Они были трудолюбимы, дружелюбимы. Они очень много умеют делать. И они никогда не... Они унывали и всегда помогали друг друга. Они даже не согласились, чтобы их старшая сестра отдали... Чтобы они отдали ее в рабство, чтобы самим счастлив жить. Потому что они очень любили друг друга. А почему вы бросили в окно свои мешочки с деньгами? Почему вы руки не отдали? Да так интересно. Чтобы никто не знал, от кого они... А еще мистерс говорил, что добрые дела нужно делать тайно. Чтобы не для похвалы за их делом, не хвастался попыток. А только за человеку, которому решил помочь. Хотя они и вправду добрые. Святой Николай, скажи, пожалуйста, а не холодно тебе в этой одежде? Ведь у нас-то в России погода совсем другая. Посмотри, что мы тебе приготовили. Вот и шубку какую нарядную. Вот мы тебе шубку приготовили. Сейчас мы тебя подпояшем. Посмотри, какие мы тебе рукавицы приготовили, чтобы ты не замерз. Что бы тебе не простыть, мы приготовили тебе вот какую шапку. Ребят, посмотрите, а на кого теперь стал похож Святой Николай? Это Мороз. Правильно. И главный атрибут Святого Николая это... Смотрите, какой он. О, полный конфет, мешок. И там еще что-то есть. Итак, ребята, как вы видели сейчас, Святой Николай стал прообразом на Западе Санта-Клауса. И на Западе Рождество будут отмечать какого числа? 25 декабря. Нет, 25 декабря. Это по старому стилю. А по новому стилю это Рождество мы отмечаем какого числа? 7 января. Как раз у вас каникулы. Вот. И вы теперь уже знаете, что Санта-Клаус, это не вымышленное лицо, а его прообразом стал Николай Угодний, который приносил перед Рождеством детям подарки. Итак, День Святого Николая принято помогать и бездолиным, как уже сказали, сиротам, бедным, больным. Потратьте немного времени и обязательно позаботитесь о своих близких, о родственниках, о соседях, друг о друге. Потому что добро всегда возвращается старицей. Это добро обязательно к вам и к нам вернется. А сейчас мы пройдем в искусстве минуты. Тихо. Здравствуйте, ребята. Сейчас мы с вами поиграем в одну волшебную игру. Собираемся всем кубочкам. Я хочу вам показать. У меня в руках волшебный клубочек. Он мне дает силу узнать добрые качества каждого человека, у кого оказывается эта ниточка. Хотите на это посмотреть? Да. И оказывается, ты очень-очень добрый. А вот сейчас ты должен будешь отгадать доброе качество, которое у нас... У соседки. У соседки. У соседки. Мы называем... Какая она? Добрая. Дручная. Да. Мы собираемся. Качество у своей соседки доброе, как хорошее. Красивое. Красивое. У соседки. Сейчас мы видим, какая жаловница. Потрясающе. 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 Почему здесь? Так. А здесь? Честная. Честная. Ну, ладно. У Англии сейчас не знаю, какая жаловница. У мальчика. Честная. 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 Ага. Так. А здесь? Хороший друг. Хороший друг. Видите, как оказывается. Уже. Друголюбивая у Карины. Самый лучший друг у нас. Друголюбивая у Карины. Так. Дальше. Вот так. Ну-ка. Какое у нас хорошее и доброе качество у этой девочки? Веселая. 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 А здесь? Умная. Умная. Хорошо. А у меня? Красивая. Красивая. Ты называйся красивая. Ага. Красивая. Красивая. Ага. Так. Ну, давай называй. Умная. Умная? Подружка у тебя умная? А еще какая она? Умная. Улучшая подруга. Это хорошо. Ладно. Мы сейчас узнаем, какая ты у нас. Счастливая. Счастливая? А, счастливая. Так. А здесь? Умная. Умная? Так. Ну, а что, какие добрые качества у нас? Трудолюбивая. Какой? Трудолюбивый. Веселый. Веселый. Так. А что ты скажешь? Ну, говори по-своему другу. Он дружелюбный. Дружелюбный. Так. А твой друг? Веселый. Веселый. Ну, а кто мы так и не узнаем? Мой друг. Мой друг. Так. Веселый. Веселый. Мой друг. Хороший. Ага. Ты еще даже не узнала. Ну, вы посмотрели. Вот сейчас ты точно узнаешь ее качество. Красивая. Красивая. Хорошо. Лучшая подруга. Лучшая подруга, да? А стеснялка. Стеснялась. Стеснялась. Ну, давай еще что-нибудь хорошее найдем. Ага. Давай еще вот раз ее так одену. И ты тоже что-то прочитаешь. Она. Хорошая друг. Она хорошая друг, да? А сейчас, ребята, скажите мне, пожалуйста, вам понравилось говорить хорошее качество своих друзей и своих одноклассников. Да. Да. Можно понравилось? Да. Мы с вами приблизились на одну маленькую-маленькую частичку свидетеля Николая к его образу. Ведь он же был каким? Добрый. Добрый. А что он был каким? Дружелюбным. И щедрым. И щедрым, да? И вот мы с вами сейчас попытались приблизиться к нему и стать честными, дружелюбными и милосердными. Все, ребята, молодцы. И скажите мне, пожалуйста, вы продолжите играть в эту игру на переменах? Да. Не будем стараться называть друг друга добрыми словами? Да. И подчеркивать хорошие и добрые качества друг в друге. А скажите, это было сложно или легко? Легко. Сложно. Точно легко? Да. Сложно. Кому-то было легко, кому-то сложно. Давайте, ребята, все-таки учиться находить хорошие качества друг в друге, да? Тем, кому было сложно, пусть будет легко. Все. А сейчас мы садимся на вопрос. Для многих поколений стал образцом для подражания. Имя Николая в переводе с кретоского означает победитель народов. Своей жизнью святой Николай Угодник победил весь мир. Он сейчас находится в вечности, в бессмертии. Во многих странах мира воздвигнуты храмы в его честь. Во имя святого Николая Угодника, чудотворца. И каждый день, спеша в школу, вы проходите мимо храма, который находится недалеко от нашей школы, и в котором мы недавно побывали на экскурсии. И вот сейчас мы обратимся к слайдам, которые у нас на доске, вы увидите, и побываем в нашем храме еще раз. Николай Угодник, чудный наш святой, Тихо вы иконки, помолись, постой, Неб святой округлый светится в тиши. Этого святого любят малыши. Этого святого любят все вокруг. Николай Угодник, самый лучший друг. Море, океане и на берегу. На него, родного, уповать могу. Взрослые седые молятся ему, Нипочем любые трудности ему. Ясными глазами он на нас глядит, Просто о хорошем будто говорит. Николай Угодник, может всем помочь, Посмотри в детдоме, наступает ночь. Николай Угодник, матери нежней, Гладит по головкам спящих малышей. Николай Угодник, милый мой святой, Николай Угодник сможет защитить. Николай Угодник, тоже ты постой. Николай Угодник, милый мой святой, У моей кроватки тоже ты постой. Николай Угодник, милый мой святой, Светитель Николай, приходит в дом, Когда все спят, когда детей мести устал. Камин горит, носочки вряд ли, Избилась где-то оденяла, Желаньки зимние в оси, Надежды чьей-то под подушкой, И любопытно так был мне, Как кошку представляю у тебя. Услышать хочет, как поймёт, Что обещает и пророчит. Светитель Николай идёт, Спешит и опоздать не хочет, Лишь раз в году его там ждут, Светишка с мамкой засыпает, Лишь Николая всё зажит. Спаси Господь их в этот час, Пошли в сношку слащими руками, Сегодня, Николай, у нас зима, Менная погода. Есть в декабре чудесный праздник Святого Николая здесь. Священным трепетом прекрасным Он очень важен в людей. Пусть он подает тебе чудо, Дополнит частью ему добро, Душа твоя красивая будет, А в сердце буржир от любого. В егейских мирах жил мына, Ходил с молитвами на местах, Его все звали Николаем, Он многими был уважаем. Служил он в храме день и ночь, Готов был каждому помочь. Здоровье людям он подарил, На службе чудеса стали. Детей он группы собирал, Всегда им Библию читал. Все дети ангелы небес, Не надо знать их грешный лес. Учил детей, как им креститься, Читая Библию молиться. Всем говорил, Господь ваш друг, И всех детей крестил во мне. Он говорил, Живя духовно, Работать надо плодотворно. Ты там ходи и не вини, Ты забывай, всегда. Ведь сделай крестное знамение, Откроется тебе учение. Поступка просто, И за все свои грехи покайся. Тогда простит тебя Творец, И скажет, просто молодец, Грехи в себе ты не держи, Их на бумаге запиши. Так снимет Бог с тебя грехи, И даже те, что нелегки, Душа метаться перестанет, И благодать в душе настанет. Николай, Святитель Божий И заступник всех людей, Всем просящим он поможет, И покроет от скорбей, От невзгод и бед избавит, От напасти защитит, На путь истинный направит, И спастись, как вразумит. Он в болезнях лучший лекарь, Нищем щедрая рука, От него текут, как реки, Милости во все века. Ереси искоренитель, Православие оплот, Чудотворец, победитель, Величает так народ. Мы святого почитаем, За великие дела. Любим, молим, величаем. Во Христе ему хвала. Он в Европе, Санта-Клаус. Здесь святитель Николай. Ну каким бы ни был статус, С ним в игрушки не играй. Все детям, Все детям, что год прошедший, Хорошо себя белеет. Но чуть диме и снеже, Он подарок наградит. Кто родителей не слушал, Кто весь год Управным был. Все подарки не получил, Николай о них забыл. Чтобы снова подружиться, Всех родных Нужно всех родных любить. И в прилежье ему учиться, И воспитанным любить. Ребята, вначале мы сформулировали тему сегодняшнего урока, Которую провели вместе с параллельной группой, Которая изучает основы религиозных культур и светской критики. Я вначале проводила анкетирование, И один из вопросов был, Как называется храм в нашем микроаоне, В честь кого он назвал. И 50% учеников не смогли ответить на этот вопрос. Те, которые с нами не ходили на экскурсию. И мы решили совместно провести этот урок. Как Вы считаете, полезный был этот урок? Да. А почему Вы научились? Что Вы нового узнали? Что для себя возьмете с этого урока? Я думаю, что мы, когда разыгрывали сцену, Рассказывали стихи, Мы должны понять, Что нужно быть дружелюбными, Справедливыми, добрыми и честными. Никогда никого не обманывать, Чтобы ничего плохого с нами не встречалось. Не гордиться собой. Так, еще. А что бы Вы хотели дома рассказать? Гордец. О празднике. О празднике. О празднике Николая Чудотворца. Чудотворца. А кто такой Николай Угодник? Вы теперь знаете? Да. В честь кого он назвал наш храм? Тоже знаете? Да. Ребята, по традиции в этот день Каждые мама, папа, бабушка Своим любимым деткам Под подушку кладут подарочек. И говорят, что это принес Святой Николай. Потому что Святой Николай учил в тайне делать подарки. Но сегодня у нас Святой Николай На нашем с вами руке Раздаст всем подарочки. Пожалуйста. Как по традиции. По традиции. Конечно. Уже в области Деда Мороза. Уже Деда Мороза. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.